Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Сегодня у нас будет такая интересная тема, она в первую очередь для меня очень интересная и немного даже шокирующая была моторная масло Toyota 5W40, сделанная в России. АО «Газпромнефть», город Фрязино, Московская область, улица Озерная, дом 6А. Информацию эту узнал совершенно случайно, о поступлении данного продукта в дилерский центр российский от своего подписчика на драйве. У меня на драйве есть блог и прислал подписчик мне фото с задней части упаковки бочки 50-литровой. Стандартная серая бочка тойотовская, тойотовские логотипы и производителем указан АО «Газпромнефть МЗСМ», город Фрязино, Московская область. В первую очередь, конечно же, я подумал, что это может быть какой-то фейк. Почему? Потому что я общаюсь с дилерами еженедельно, то есть я с дилерами общаюсь не чаще с новосибирскими, конечно, тойотовскими, но и с других регионов тоже общаюсь с дилерами, обсуждаем там тему с маслами, с поступлением и так далее. Вот, об этом я не знал. В первую очередь, что я сделал? Конечно, я позвонил дилерам еще раз новосибирским, пообщался с ними. Да, действительно, они начали получать эти продукты. 200-литровых, 208-литровых и 50-литровых бочонок. У бочки артикул 08-880, 85-070, а у 50-литровых бочонок артикул 08-880, 85-072. Стандартные серые бочки Toyota, стандартные расцветки с логотипом Toyota и с производителем, указанным о Газпромнефть. Начали получать в Новосибирске дилеры эти продукты только в конце мая. Другие дилерские центры, с которыми я общался, некоторые получают уже эти продукты, некоторые еще нет. Некоторые европейскими еще пользуются, у кого что осталось, хотя с ними тоже дефицит. Некоторые эту информацию не разглашают, но сами понимаете, да, эта информация, у кого берут, что и берут, и как, и почему. Это такая закрытая информация. Конечно же, я запросил паспорт безопасности, потому что, естественно, я залез сразу же на Газпромнефть смазочный материал, на сайт официальный. Там ничего нет, нет ни ТДС, ни СДС на эти продукты. Зашел в Toyota Motor Rus, который сайт официальный, там тоже этого ничего нет. Созвонился, конечно же, сначала с Toyota Motor Rus. Мне ничего путного не ответили, как обычно, перекинули меня на дилерские центры. Само собой разумеется, потому что они не занимаются смазочными материалами сами, не курируют эту тему вообще. Просто я хотел узнать, может быть, кто-то что-то знает про это. Потом, конечно же, я попытался дозвониться до Газпромнефть смазочные материалы. Естественно, меня там отфутболивали, перекидывали с менеджера на менеджера. В итоге я сделал ход конем. Созвонился с директором по развитию Новосибирского филиала Газпромнефти. Пообщался. Татьяна, огромное спасибо за информацию. Она уже связалась с своим руководством, с Московским. Как бы выяснила ситуацию, действительно, прояснила ситуация, что они на самом деле действительно производят эти продукты. Производят эти продукты в ямкостях 208 и 50 литров. На самом деле, реально, это все производится в городе Фрязино, Московской области. В блоге на драйве, опять же, про этот продукт стали непонятную информацию выдавать, что Фрязино, Дом 6А, озерная деревня какая-то. Нет, конечно же, это завод. Коспромнефть смазочный, он там большой достаточно. Вот как он выглядит. Давайте я покажу вам. Достаточно большое предприятие. Просто Дом 6А, это где-то вот в этой деревне указано. Вот здесь, по-моему, что ли, видимо, юридически там зарегистрировано. Сам завод находится чуть дальше немножко в этом завод. Такой большой крупный НПЗ. Полноценный. Вот, поэтому тут все нормально, с этим никакого фейка с адресом нету. Как многие думают, все в порядке. На сайте Газпромнефть.ойл никакой информации по этому артикулу, конечно, нет. Давайте введем с вами еще раз, попробуем. 85, 0,70, например. 85, 0,70. 0,72 тоже самое. Соответственно, давайте попробуем с дефисом поставить. Вот, даже никакой информации по просто Тойота не выходит. Если мы зайдем в официальный интернет-магазин дилера в Новосибирске, то увидим, что эти продукты у них есть в наличии сейчас. Стоимость 230 тысяч рублей за бочку. Но это цена наша, возможно, у кого-то там будет другая цена, покажется. Что касается других дилерских центров, у них тоже есть эти продукты. Видите, они подгружают, ну, тут как агрегатор работает, система подгружают наличие других дилерских центров. Здесь 10, 10, 18, то есть большое количество бочек представлено по России в других дилерских центрах. Это уже другие регионы совершенно. Что касается 8, 5, 0,72. Тоже есть наличие в Новосибирске, 73 тысячи стоит. Ну, и по другим дилерским центрам тоже, соответственно, их много везде. Ну, ценники тут от разумного 78 до какого-то неадекватного 169. В интернете тоже где-то есть, по сайтам сейчас они появились уже, поэтому нужно просто промониторить ситуацию. Хорошо это или плохо, и почему меня это шокировало? Потому что не было ни дайджестов новостных, ни пресс-релизов, ни на Toyota Motor официальном сайте, ни на Gazprom, ни смазочные материалы, ничего об этом не было. Никаких новостей о локализации продуктов в России. Это важно же, многие пользуются Toyota и дилерские центры, там, они обслуживают огромное количество автомобилей. И вы как пользователь простые, как бы, ну, наверное, вы должны об этом узнать. Так вот, Gazprom когда-то, сто лет назад, делал в Италии на своем заводе для Toyota заказы. Они размещали там, потому что в Аксомобиле были какие-то там сложности с пересадками, то ли, то ли, с базой и маслами, не помню. То есть они размещали некоторое количество заказов в итальянском Gazprom. То есть они были связаны между собой. Но в России они особо как-то не общались, ну, как бы, не знаю, может, общались как-то там закулисами, дружили официально. То есть особо, то есть никаких-то не было проектов общих, таких, прям, связанных с маслами, с масочными материалами. Поэтому для меня стало, еще раз скажу, это немножко шокирующей информацией. Может ли Gazprom нефти сделать этот, кстати, скажу сразу про этот продукт. Toyota 5W40, это синтетический продукт, гидрокрекинговый, SNCF, LSAC-GF5. Это простой продукт, ничего сложного, я скоро получу SDS-ку и вам продемонстрирую. Там простой продукт. Может ли Gazprom нефть сделать эту же Toyota по рецептуре? Конечно, может, естественно. Я думаю, что у Gazprom нефти есть стратегические запасы присадок, которые они используют для своих продуктов премиальных. Поэтому, конечно, может вообще без проблем. Вообще Gazprom в принципе может сделать все, что угодно, потому что это очень серьезная структура, хорошая. Это огромные, колоссальные мощности. Это очень хорошо развиты их технологии производства, смазочных материалов. Они могут сделать все, что угодно, реально. Вот на самом деле они могут сделать все при желании. Любые продукты, в том числе, там, СТРовые, Альфа-Лефины, все, что угодно могут сделать. Поэтому, конечно же, они могут сделать Toyota 540, естественно. Еще раз хотел напомнить, я об этом рассказываю в каждом практически своем видео про бренды, что бренд это не равно завод. Завод, серьезный завод полного цикла, может сделать любой продукт абсолютно без исключения. Если это серьезный большой завод с хорошими технологиями. Поэтому Gazprom не исключение, естественно. Они могут сделать любой продукт, абсолютно, абсолютно любой. Поэтому ничего страшного там нет, не вижу абсолютно. И про цену. Тоже мне задавали сразу вопрос, и мы с вами сейчас видели, что ценник начинается от 220 тысяч рублей за бочку. Это 224, по-моему. Адекватный ли это ценник? Не надо ассоциировать, еще раз скажу, Gazprom, масло Gazprom и Toyota. И соотносить цены по этим продуктам. Это совершенно две разные вещи. Завод не равно бренд. Gazprom не может сделать любой продукт, еще раз скажу. Любого уровня качества, соответственно, Toyota стоила столько, например. То есть, в производстве Gazprom нефти, в итоге, она будет стоить столько же. Опастаться за качество, если это производит Gazprom нефть МЗСМ во Фрязино, точно не стоит опасаться за качество. Потому что, думаю, что это будет продукт, полный соответствующий стандартам всем, которые были заявлены. Ну, будем смотреть за ситуацию дальше. То есть, не стоит паниковать, те, кто обслуживает соотдилеров, и вам заливают продукты, которые сделаны на Gazprom нефти МЗСМ. Точно не стоит никакой паники поднимать. И думаю, что эти продукты идентичны тем, которые вы использовали, произведенные ExxonMobil в Европе, по качеству, по стандартам. Конечно же, время покажет. Сделать сейчас такие заявления немножко рано, но, тем не менее, думаю, что все в порядке абсолютно с этим. Будет ли расширяться линейка в сторону 5W-30 или трансмиссии? Трансмиссии, не думаю, маловероятны. И, кстати, вот эти продукты, которые получают дилеры сейчас, они получают их только сейчас. А продукты произведены в 2021 году в конце. Тот продукт, который конкретно мне прислал мой подписчик на драйве, он сделан в 12-м месяце 2021 года. А дилеры начали получать только сейчас. Думаю, что ситуация сейчас не поменяется, а запасов, скорее всего, у этих продуктов много, потому что Gazprom нефть, если и сделала эти продукты, то сделала в достаточно большом количестве. Поэтому они будут еще очень много у нас на дилератических центрах присутствовать. Поэтому подытожим. Делает действительно Gazprom нефть, MZSM, делает во Фрязино, Московская область. Все абсолютно нормально. По качеству продукта, если у вас будут какие-то наблюдения по этому поводу, пишите в комментариях к этому видео. И вообще, в принципе, опишите свое мнение по этому поводу в комментариях, что вы об этом думаете, какие у вас по этому поводу могут быть мысли там. У кого-то есть информация дополнительная, которую я не обладаю, обязательно напишите тоже в описании, чтобы мы с вами делились и информация была более полной. На этом все. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyJD.ru. Подпишитесь, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал на Дзене. Обязательно ссылочка будет также в описании к этому видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok